Смотрите продолжение в следующей серии. Внешний вид самой консоли. Вы обнаружите, что консоль состоит из трех банков фейдеров. Каждый из банков фейдеров имеет кнопочки Sell в верхней части под экранчиками. И в случае, если у нас отображено 8 каналов на экране, у нас вот этот банк, который в данный момент на экране, будет подсвечен кнопочке Sell, все вместе будут гореть синеньким цветом. То есть при переключении между банками фейдеров, как вы видите, у нас меняется изображение на экране, и весь ряд кнопок Sell загорается, говоря о том, что именно этот банк находится в данный момент на экране. Что у нас, собственно говоря, отображается на экране? Начнем читать прямо с самого верха. С самого верху идет указание номера канала, то есть, грубо говоря, именно номера в миксе. Это тот номер, которым... это не название канала, это именно номер канала, другими словами. Также под номером канала вы увидите непосредственно тот входной разъем, который использован для данного канала. В данном случае, допустим, на первом канале у нас задействован C2.1, то есть первый входной преамп на борту консоли. C, консоль, 2.1, первый, собственно говоря, входной канал. После индикации номера канала и патч-бэ канала мы увидим также индикацию уровня канала. Индикация уровня канала может меняться по необходимости. В базовых настройках это подразумевает индицирование именно сигнала сразу после преампа. В случае, если нам необходимо, мы можем менять отображаемый сигнал как на префейдерный, так и постфейдерный, как я уже сказал, топ-ченнел, то есть, грубо говоря, сразу после преампа. Эти два поля не являются активными кнопками, то есть ни номер канала, ни индикатор нельзя нажимать, чтобы получить какой-то результат. А вот следующие после индикатора входного уровня поля, они практически все являются кнопками, которые можно нажимать и получать доступ к соответствующим элементам канальной ячейки. Кстати, обращу ваше внимание, расположение элементов канальной ячейки полностью логично и соответствует реальному физическому прохождению сигнала внутри канальной ячейки. То есть, вначале идет преамп, за преампом идут в данном случае у нас сейчас две динамических обработки и эквалайзер. То есть, это значит, что действительно сигнал, придя с преампа, в первую очередь попадает на первую динамическую обработку, потом на вторую динамическую обработку и только после этого на эквалайзер. Следующие за ним поля после эквалайзера ниже, да, это идущий сервисный блок, который, понятное дело, отвечает за такие вещи, как, к примеру, разрывы и посыл от директаутов, а также задержки. То есть, то, что касается общих сервисных настройок данной канальной ячейки, после него идут посылы на шины, что логично, все посылы отображены единым блоком, их нельзя было поставить в другие места, как вы понимаете, хотя бы потому, что посыл может выбираться из любой точки канальной ячейки. После чего идет панорамирование и, в общем-то, на этом управление канальной ячейкой на экране заканчивается. Все вот эти вышеперечисленные функции, они могут быть развернуты на полный экран. Давайте посмотрим с самого начала. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к преамп-секции, я бы хотел еще обратить ваше внимание на две ранее не оглашенных мною строчки. Это строчки, вот, пожалуйста, две ячейки в каждой канальной ячейке, которые отвечают за работу контроллеров, расположенных прямо под экраном. Соответственно, верхняя ячейка — верхний контроллер, нижняя ячейка — нижний контроллер. В случае, если мы начинаем что-либо крутить этим контроллером, пожалуйста, в данной ячейке у нас будет изменяться сигнал. По умолчанию, когда мы включаем консоль, всегда здесь выставлено управление гейном. То есть, если мы крутим вот этот энкодер, у нас в двух частях экрана, в базовых настройках, будет отображаться отрабатывание гейна. Кроме гейна, если мы продолжим взглядом эти ячейки, мы обнаружим вот такой еще сервисный блочок на экране. Это выбор, собственно говоря, функций, которые будут выполнять данные контроллеры. Как вы видите, здесь есть три варианта. Это гейн, дигейн. Дигейн — это цифровой триммер, который расположен после преобразователя аналога цифрового уже в цифровой цепи. И финал идет на HPF, третий вариант. Третий вариант отрабатывания данной ручки — это HPF. Когда мы крутим HPF, кстати, обратите внимание, у нас ничего не меняется на эквалайзере. Спрашивается, почему? Ответ очень простой. Если вы заметите, в этом блоке контроллеров есть не только ручки, но и кнопки. Функции кнопки подсвечены также в этой части экрана, в этой ячейке, в правом нижнем углу. Есть кнопочка «Он», которая соответствует включению HPF, и, соответственно, ее функция соответствует этой кнопке. Пожалуйста, мы включили HPF, и на экране эквалайзера у нас уже появляется картинка, соответствующая настройкам HPF на данном канале. Вернемся обратно к гейну. Если вы посмотрите внимательно, в нижнем правом углу данной ячейки присутствует кнопочка «Пэд», которая позволяет нам включить или отключить пады на данном канале. Это мы можем прочесть информацию как здесь, так и здесь. В самом верху канала загорается индикация «Пад», ну и также загорается синий индикатор в блоке, касающегося контроллера. Вот, и наоборот, то есть, пожалуйста, на ваше усмотрение. Обращаю ваше внимание на очень важный момент. По базовым настройкам консоли всегда включены пады. Поэтому, если вы не хотите использовать пады, включенными с самого начала, пожалуйста, не забудьте их отключить. Кроме падов, также в этой ячейке присутствует управление фантомным питанием. Но кнопка под энкодером одна, следовательно, для переключения фантомного питания она, по идее, не подходит. Все бы хорошо, если бы не кнопка «Шифт». Кнопка «Шифт» меняет функцию данной кнопки на альтернативную, а альтернативная как раз управляет фантомным питанием. Обратите внимание, что в ячейке в левом нижнем углу появляется специальная мигающая зеленая рамочка вокруг индикатора фантомного питания, что позволяет нам включить или выключить фантомное питание на нужном нам канале. При этом кнопка «Шифт» будет мигать ровно до тех пор, пока вы ее не выключите. И когда вы ее выключите, у вас обратно вернется управление падами. Еще один интересный момент, который ускорит вашу работу, это то, что под кнопкой «Шифт» располагается кнопочка «Олл». Если нажать на кнопочку «Олл», которая тоже свое включение сообщает нам по миганию зеленого сигнала, она позволяет на все 8 каналов применить ту или иную функцию, которую выполняет в данный момент контроллер. К примеру, построить гейн. Пожалуйста. Таким образом мы, грубо говоря, быстро линкуем между собой каналы, отображенные в данный момент на экране, и для всех выстраиваем идентичный гейн. Или мы можем, соответственно, отключить пэды сразу на 8 каналах, которые у нас находятся в данный момент на экране. Так что функция «Олл», кнопочка «Олл» рядом с этими энкодерами, она может оказаться весьма полезной кнопкой в работе. Нижний ряд энкодеров соответствует нижнему ряду окошек экранчиков на экране. У него немножко другие функции. По умолчанию там изначально стоит посыл в ауксе, соответственно, так же, как и верхний ряд, он имеет кнопки под ручками, и мы можем с помощью этих кнопок либо включать-выключать посыл в ауксе с конкретно выбранного канала, либо, соответственно, в случае альтернативной функции мы можем менять точки отбора посыла на ауксе, как постфейдерные, префейдерные и третий вариант – препроцессинговые, то есть преэкьюшные. То есть до эквализации и до динамики будет отбираться сигнал на посыл в данный аукс. К примеру, вот сейчас я нажму кнопочку, переключающую точку посыла, и обращаю ваше внимание, дело в том, что если индикация горит желтым цветом в случае посыла в ауксе, это будет означать всегда, что сигнал отправляется в данный аукс постфейдерно. Если индикация горит белым цветом вокруг ручки, это означает, что посыл на данный аукс выбран либо префейдерный, либо препроцессинговый, то есть он в любом случае развязан с функциями фейдера. Если посмотреть правее от настроек нижнего ряда энкодеров, то мы обнаружим несколько разных функций, которые присущи также для нижнего ряда. Во-первых, прежде всего, когда мы работаем с ауксами, здесь есть специальная кнопка, которая позволяет выбрать нам необходимый аукс, на который мы хотим набрать сигнал. Также, собственно говоря, здесь присутствует вариант выбора панорамы, то есть мы можем на нижний энкодер назначать функции панорамирования. Кнопочка при этом под энкодером будет позволять нам легко либо назначить сразу в левый канал, максимум 100%, либо в правый канал, либо выставить по центру сигнал. И третий вариант работы этих энкодеров — это пользовательские настройки. Пользовательские настройки у нас имеют тоже специальное свое меню, то есть мы на этот ряд энкодеров можем вешать также дополнительно либо HPF, либо D-Gain, либо два трэш-холда от первой и второй динамики, либо настройки задержки по входу канала, либо, соответственно, настройки Direct Out уровня. То есть мы можем менять, опять же, отдельно уровень Direct Out. То есть, другими словами, два вот этих ряда энкодеров позволяют нам управлять практически всеми настройками канала и легко менять эти функции, не заходя непосредственно в сам канал. Также эти энкодеры будут занимать те функции, которые будут отображаться на этих двух строчках ячеек. Итак, перейдем непосредственно к самой канальной ячейке. Начнем мы с блока преампов. В блоке преампов на экране преампов у нас имеется настройка патч-бэ, то есть мы отсюда можем поменять патч-бэ и каналы и также экстренно поменять на резервный вход данный канал. Здесь же у нас есть возможность настройки моно-стерео, то есть мы можем переключить канал из режима моно в режим стерео. При смене моно на стерео, обратите внимание, он не забирает соседний стоящийся вход, не сдвигая таким образом весь патч-бэ. Он оставляет свободную настройку данного канала стереопары, то есть мы можем совершенно спокойно выйти сейчас обратно в патч-бэ и выбрать тот сигнал, который пойдет на правый канал данной стереопары, независимо, не меняя, собственно говоря, патч-бэ, который мы уже простроили предварительно для всех остальных каналов. Вернем обратно канал в моно-режим. Обратите внимание, с левой стороны у нас входной уровень, с правой стороны у нас тот уровень, который выходит уже после настройки цифрового трима. И, опять же, когда я сейчас заменю обратно входной разъем с цифрового на аналоговый, у нас появится управление преампом. Вот оно, собственно говоря, это гейн, это фантомное питание, пэды и полярность сигнала. Дигейн, то есть цифровой трим, всегда находится с правой стороны. И, как вы видите, оба эти контроллера, и гейн, и дигейн, имеют свою подсвеченную ручку, то есть все, что находится в этих двух ячейках, как я только что говорил, будет находиться на вот этих контроллерах. Теперь обратите внимание на верхнюю часть, на заголовок этого окна. Дело в том, что все, что мы видели только сейчас в вертикальном отображении на основном окне консоли, сейчас принимает горизонтальное положение. Таким образом, нам легче сориентироваться о том, что мы настраиваем в данный момент. Вот. Также, если нажать на название канала, мы можем прямо отсюда также его и переименовать. Идем дальше. Следующим пунктом у нас является, после преампа работает динамическая обработка. Динамических обработки на каждом канале M5000 всегда две штуки. При этом, обратите внимание, я не говорю о том, что идет, допустим, гейт и компрессор один за другим. Я говорю динамическая обработка. Дело в том, что каждый из двух динамических обработок на канале M5000 может быть назначен любой абсолютно, в пределах тех возможностей, которые предоставляет данная обработка. То есть, для двух обработок будет абсолютно единый набор вариантов алгоритмов, которые можно использовать. То есть, это могут быть экспандер, гейт, дакинг, компрессор, лимитер и десер. Причем, использование экспандера, скажем, первой обработкой совершенно не означает того, что вы второй обработкой не можете поставить тот же самый экспандер. То есть, другими словами, полная свобода в назначении, вплоть до таких не совсем ясных вещей, как, допустим, использование двух гейтов или двух компрессоров одновременно на одном канале. То есть, полная свобода назначений. Из возможностей вот этих самых динамических обработок я бы особенно хотел уделить внимание таким вещам, как компрессор. Дело в том, что в компрессоре у нас присутствует замечательная ручка DryWet. Вот она. То есть, мы можем сразу, мы имеем сразу встроенный на канал параллельный компрессор. Вот. И второй момент, который я хотел показать, это, собственно говоря, DSR. DSR у нас присутствует на каждом канале. Мы можем совершенно спокойно отрабатывать, как, собственно говоря, по частоте, так, обратить внимание на такие вещи, как вариант фильтра. В данном случае выбран Band Pass, то есть, грубо говоря, вырез определенной частоты, полный вырез, да, минус бесконечности. Вот. Либо, соответственно, HPF-вариант отработки DSR, да, то есть, когда мы работаем с просто понижением чувствительности по данному диапазону. Также хочу показать вам интересный момент. Это то, что при нажатии этой кнопочки у нас появляется возможность определения точки расположения эквалайзера относительно двух динамических обработок, присутствующих на данном канале. Данный настройок влияет только на данный конкретный канал. И при выборе пункта, допустим, PostEQ, обратите внимание, в верхней части нашего Channel Strip, в принципе, как и должно быть, поскольку Channel Strip соответствует реальному прохождению сигнала, у нас динамика плавно переехала правее от эквалайзера. То есть, у нас получается теперь, что сигнал проходит вначале на эквалайзер, потом уже выпадает на динамическую обработку. При нажатии этой функции мы можем вернуть это все обратно. Пожалуйста. Вот. Не забывайте включать и выключать динамику. Кнопочка включения находится здесь. И отдельно обращая ваше внимание, особенно для любителей компрессоров, трэш-холд на M5000 пальцем прямо по графику не сдвигается. Более того, прикосновение непосредственно к графику выключает или включает динамическую обработку. Это важный момент, потому что многие привыкли работать исключительно прямо по графику. Если вам нужно, если у вас есть желание поменять трэш-холд прямо на графике, это можно сделать, дотронувшись до синей стрелочки наверху над графиком. Пожалуйста. То же самое касательно позиции рейтио и, собственно говоря, общей чувствительности. Мейкап. Вот. Пожалуйста. Касательно динамической обработки это все. Перейдем к эквалайзеру. Эквалайзер на M5000 канальный, представлен четырьмя точками параметрического эквалайзера, плюс отдельно, независимые от этих четырех точек, HPF и LPF. При этом и HPF и LPF имеют регулируемую крутизну среза. Она регулируется вот здесь. В случае HPF у нас четыре варианта регулировки. Это минус 6 дБ, 12, 18 и 24 дБ. В случае с LPF у нас два варианта. Это 6 и 12. Включение и выключение HPF и LPF располагаются, они подсвечены фиолетовыми клавишами, фиолетовым цветом и фиолетовыми энкодерами прямо под каждым контроллером. Допустим, включение LPF, выключение HPF и, собственно говоря, управление LPF и HPF. Остальное эквалайзер представлен четырьмя точками. Каждый из четырех точек имеет также свои собственные алгоритмы отработки, то есть типы фильтров, которые будут отрабатываться на каждой из этих четырех точек. Управление четырьмя точками построено по принципу трех энкодеров, то есть один энкодер будет отвечать за частоту, другой энкодер будет отвечать за гейн, и третий энкодер будет отвечать за добротность данной точки эквалайзера. Если смотреть на экран консоли, то можно обнаружить, что присутствуют два индикатора, соответствующие двум кнопкам под контроллерами. Одна кнопка, нижняя кнопка, выключает и включает данную конкретную точку эквалайзера, вторая же позволяет нам выбрать тип фильтра, который будет работать на данной точке эквалайзера. Типов фильтров в нашем случае семь разных вариантов. Это привычный нам пик, это вариант лоушелфа, это вариант HPFа, второй вариант HPFа с перегибом, вариант бэнд пасс фильтра, бэнд пасс фильтр это фильтр, который оставляет только данную частоту, которая выбрана на данной точке эквалайзера, это нотч, фильтр, который выбирает до минус бесконечность данную выбранную частоту, и это, соответственно, второй вариант лоушелфа с таким вот интересным перегибом. Данный тип фильтров присущ для крайних точек эквалайзера, то есть по семь фильтров у нас на двух крайних точках. Центральные точки, зеленая и желтая, имеют по три варианта, это пик, бэнд пасс, пожалуйста, чтобы увидеть, вот как работает бэнд пасс, и, соответственно, нотч, вырез данной определенной частоты с добротностью, понятное дело. Также, разумеется, на эквалайзере есть прекрасная кнопочка Reset, которая позволяет быстро и удобно обнулить настройки эквалайзера. После эквалайзера у нас идет сервисный блок. В сервисном блоке у нас присутствуют настройки, в первую очередь, в первой строчке Delay, это задержка входная на каждый канал, она может измеряться в разных единицах измерения, пожалуйста, к вашему вниманию, и миллисекунды, метры, футы, фреймы, все зависит от задач, при этом изменение на данном конкретном взятом канале единицы измерения будет влиять только на данный конкретный канал. То есть у вас может находиться два канала рядом друг с другом, при этом один мерится в миллисекундах, другой мерится в метрах. Это очень удобно в том случае, если мы мерим разные источники и с разными целями. К примеру, расстояние между двумя микрофонами легче вымерять метрами, чем миллисекундами. Ну, в зависимости, опять же, от расположения этих микрофонов. Если это у нас микрофоны под звучкой оркестра, то, конечно, метры гораздо удобнее, чем миллисекунды. Если же нам нужно назначить миллисекунды или, допустим, фреймы на все каналы сразу, прямо под выбором единицы измерения присутствует кнопочка Set all channels. При подтверждении set у нас на все каналы будет выставлена данная единица измерений. Под этим пунктом присутствует кнопочка Channel Save. Это Save Recall, который пока что на данный момент настраивается относительно всех настроек канала одновременно и позволяет, скажем, заморозить этот канал при смене сцен на пульте. После этого идет у нас настройка Direct Out. Direct Out имеет, кроме включения-выключения, функцию Patch Bay, то есть мы можем выбрать, куда мы пошлем Direct Out сигнала, выбор точки отбора, откуда мы будем брать Direct Out сигнал. Это может быть Top Channel, то есть сразу после преампа, Pre-processing, это после настройки полярности, но до отстройки динамики и эквализации. Pre-Fader, это сразу после динамики и эквализации до фейдера, и Post-Fader, это, соответственно, Post-Fader. Также здесь присутствует кнопочка Set All Channel, которая позволяет настроить данную точку отбора для всех каналов микса сразу. После этого идет функция настройки, присвоения, отправки данного сигнала к одной из двух Solo-шин, то есть у нас есть три варианта, Solo-1, Solo-2, и Solo-1, и Solo-2 одновременно. Это очень важно в том случае, если мы работаем сразу с мониторным звукорежиссером прямо за одной консолью. Здесь же находится также и патч инсертов. Обратите внимание, кроме того, что у нас визуально разрисована данная схема в качестве блок-схемы, то есть инсерт А, после чего идет динамика и эквализация, и только после этого инсерт Б, то есть нам как бы картинка подсказывает, что инсерт А располагается раньше, инсерт Б позже. Здесь же находится кнопка включения посыла. Также в этом экране вы найдете управление разрывами, то есть здесь выбираются, собственно говоря, те цепи разрывов, которые вы можете вставить. Есть понятие специальных цифровых цепей разрывов, которые являются пресетами для настройки патч Б, то есть входных и выходных, входов и выходов сигнала непосредственно для данного разрыва. Таких цепей, пресетных, существует 64 внутри консоли, ну и понятное дело, кроме этого, в разрыв можно вставить имеющиеся процессоры эффектов или же, соответственно, имеющиеся эквалайзеры, графические эквалайзеры, коих на M5000 целых 32 штуки. То же самое важно и для разрыва, актуально и для разрыва Б. Следующим окном в канальной ячейке является управление посылами на АУКСы. Как мы уже смотрели, в принципе, АУКСов мы в данной системе создали 16. С помощью вот этого выбора мы можем совершенно спокойно перемещаться между первым и вторым полем АУКСов, то есть у нас вот эти ручки будут отвечать за посылы, кнопки под ручками будут отвечать, как и на главном экране, за включение и выключение посылов в данный АУКС, а также за смену при пост характеристики для посыла. И в случае, если вы обратите внимание, когда мы пришли в нижнюю строчку АУКСов, здесь у нас присутствует 4 стереофонических АУКСа, у них появляется управление с верхнего ряда. Верхний ряд, в данном случае, будет отвечать за панораму посыла, поскольку АУКСы стереофонические, мы можем их привязывать к той панораме, которая используется непосредственно на канале относительно мастер-шины, также и выставлять собственное панорамирование, независимое от мастер-шины. Кстати, обратите внимание, тут же здесь, в этих ячейках, присутствует еще и кнопочка PAN-Link. Вот, чтобы залинковать панораму, идущую в мастер-шину, с тем, что мы отправляем в АУКСы, нам достаточно нажать Shift и включить эту функцию в данном экране. Сейчас мы ее пока выключим. Обратите внимание, в этом окне присутствует замечательная кнопка All Channel Sense Points. Данная кнопка отвечает за назначение Pre-Post характеристики для всех каналов, присутствующих в миксе, относительно выбранных АУКСов. То есть, если мы знаем, что, к примеру, АУКСы 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются мониторными линиями, которые в большинстве случаев выбираются в качестве Pre-Fader-ного посыла, нам достаточно выбрать характеристику Pre-Fader для данных АУКСов, и после нажатия кнопки Set данная характеристика Pre-Fader-ного набора будет назначена на все каналы сразу относительно данных АУКСов. То есть, теперь в любой канал, в который бы мы ни зашли, у нас первые 6 АУКСов всегда будут уже изначально выбраны в качестве Pre-Fader-ного посыла. Следующим окном в канальной ячейке является окно панорамирования. В окне панорамирования в принципе для моноканала все достаточно просто, то есть здесь мы можем выбирать панораму право-лево и посыл на шины. В случае, если же канал стерео, сейчас мы сделаем канал стерео, у нас, кроме панорамы право-лево, появляется характеристика ширины панорамы стереоканала, то есть ширины стереобазы. Мы можем совершенно спокойно смещать стереобазу, скажем так, вправо полностью или влево, при этом мы можем даже поменять местами лево и право. Особенно интересна эта функция выглядит в контексте 5.1. Дело в том, что в случае 5.1 шины микширования, суммирования, у нас, соответственно, характеристик настройки панорамы будет уже значительно больше, появится возможность управлять также и расположением сигнала относительно передняя часть, задняя часть звука, фронты и бэки, ну и, соответственно, так же, как здесь сейчас вы видите в управлении назначением в Мейн ЛР, у вас также будет назначение включения посыла сигнала с данного канала на все шесть результирующих в случае с 5.1. В этом окне есть еще одна очень важная особенность. Если вы посмотрите внимательно вот сюда, вы обнаружите еще две вкладки. Кроме панорамы в данном окне находится назначение в сабгруппы. То есть, если вы хотите набрать в сабгруппу канал, вам нужно зайти в панораму канала и выбрать вкладочку сабгруппы. После чего включить те сабгруппы, в которые пойдет данный канал. Кроме сабгрупп, здесь также присутствует и микс-минус назначения. Микс-минус работает приблизительно так же, как и сабгруппа. Единственное, что разница между микс-минусом и сабгруппой, то, что когда вы хотите собрать каналы в сабгруппу, вам нужно включать посылы на сабгруппы. В случае, если вы хотите работать с микс-минусом данным каналом, Микс-минусы всегда включены, а саб-группы всегда наоборот выключены по умолчанию. Ну, вернемся обратно к панораме и перейдем дальше в следующую вкладочку. В следующей вкладочке является вкладка, которая позволяет нам определить назначение данного канала относительно DCA и Mute Group. Для назначения нам достаточно выбрать нужные нам DCA и нужные мьюты. Также обращаю ваше внимание, что здесь присутствует в нижних контроллерах энкодеров у вас появляются еще две замечательных ручки. Ручки уровня фейдера. То есть в данном случае это дублирование ручки фейдера на энкодерах. О функциональных возможностях, которые дает данная функция, я расскажу чуть позже, в тот момент, когда мы будем говорить о назначаемых контроллерах пользовательских на консоли.